Всем привет, с вами Зенин Вячеслав. Вы жалуетесь, что я не выкладываю на самом канале про батутный бизнес, поэтому я решил показать батутный бизнес на Бали. Мы пришли в самый большой батутный центр Bounce. Посмотрим, как он устроен, какие есть недочеты и что я смогу вспомнить из всех элементов. Поэтому погнали, это будет крутой драйвов выпуск и я научу вас, мать его, прыгать на батуты. Поехали! Здравствуйте, мы хотим в трампольном центре. Мы начали в апреля, но я хочу. Я хочу начать сейчас. Как это неудобно вообще, потому что вот когда ты приходишь, ну вот мы пришли в полчаса, нам надо либо ждать половину, либо половину заниматься. Окей, я хочу начать сейчас. Плату 135 тысяч. 30 тысяч для шоков. Я могу без шоков. Но наша рука, мы должны использовать трампольный шок. Я не могу купить трампольный шок. Компосори, сэр. Компосори. Компосори. Маск. Компосори. Окей. Что, скидем, папа? Да, с носками. Носкина. 135 тысяч плюс 30 тысяч будет 165 тысяч. Сразу на скидан. Да. Если я прыгаю, то мой друг просто ждет, не прыгать. Все хорошо? Если вы приходите, посмотрите, не прыгайте Окей, один человек Первая зона, я так понимаю, для детишек свободная Черные сетки, конечно, это вот Прыгал на кровати, на пружинах которой Вот это такая штука Они вообще, ну то есть вот Мешочек чисто для детишек Оборудование, я могу сказать, что уже такое вот Ну, весь затертый уже матвей Вот такой х**лень бажок Явные щели в батутной арене Что будет там Китайская, короче, стандартная арена Тихо неудобная, маленькие матвей Собраны хероненько Эта зона мне не понравилась Вот это, я так понимаю, зона сделана для волейбола То есть, видите, здесь применительная черта И здесь, наверное, как-то натягивается сетка Можно играть в такой волейболный батуты Он называется дот-джамп, если я не ошибаюсь Вполне интересная штука В принципе, батуты здесь все такие же Немного другая обкладка, можно заметить, что она здесь потолще И со скошенными углами То есть, она здесь более грамотно сделана Пружины прям такие галимые, китайские, конечно Но вот это вообще не толкает Для детишек, может быть Но я бы на таких сетках прыгать не стал Потому что, ну, это вообще не круто В целом, вот эта безопаснее арена, чем та Потому что здесь тоже видно те же самые проблемы, в принципе Сюда может попасть нога, рука Это, ну, некачество сборки, некачество, я не знаю, может быть, корректировки Не знаю, в чем проблема А сверху он вообще, видишь, матом Вот упал немного, и торчит рама Такого тоже не должно быть Потому что можно, ну, в общем, дораться хорошо А вот этот вот батут, я не понимаю, для чего он все это говорил Третья зона, собственно, вот этих уже взрослых батутов И две сетки скошенные со сходом на подушку безопасности Сетки, я скажу, классные Обкладка супер мне понравилась здесь Она очень безопасная, она большая Можно... Ну, то есть прям очень мягкая Она хорошо гасит, гасит хорошо поверхность Интересно сделаны выступы А прыгать можно туда-сюда? Можно, но аккуратненько Ну, все Я, в общем, на дно не прыгаю Здесь что? Вот здесь более-менее зашито Ну, просто не заделаны красиво Ну, это, в принципе, ничего страшного Подушка безопасности Здесь, видишь, тоже немного Будем торчить Так, есть мелкие огрехи Из-за того, что оборудование уже износилось со временем Есть вот такие всякие огрехи Здесь у нас две скошенные сетки И с них мы можем прыгать в подушку Подушка очень крутая тема Она более безопасна, чем поролоновая яма Хочу заметить, здесь ямы нету Не знаю, с чем связано Но она более безопасна Она хорошо смягчает падение И, ну, здесь, вроде, нормально Подушка Обычная китайская подушка Вот этому батутному центру Из-за того, что вот есть Вот такие вот уже стерлся названия Есть такой большой износ Я бы сказал ему уже года три точно Три, может быть, четыре Есть износ Уже пора менять какое-то оборудование В целом батутный центр мне понравился Неплохое Кое-то где-то работать по оборудованию необходимо Давай сальтуху, е-мое Что здесь не понравилось Вот на этой сеточке не понравилось, что неправильно натянули сетку Из-за этого история, что пружины торчат Так быть не должно, это нарушение Экспресс-курс от Вячеслава Зенина Как научиться прыгать на батутах и делать сальто за одно занятие Ну, при учетом, что вы нормальные физики подготовлены Чувствуете себя уверенно В общем, какие упражнения необходимо делать Если вы первый раз пришли в батутный центр Тренер ничего не объяснил, не показал, как здесь, например Что вообще делать Для начала это первоочередная разминка Я ее уже сделал Размять себе группу мышц, обязательно ноги Потому что могут быть травмы голеностопов Хорошо размять голеностопы Нужно быть с этим аккуратным Итак, когда мы первый раз зашли на батут Нам главное встать в самый центр Здесь есть на сеточках специальный крестик Который показывает центр этой сетки Мы соответствуем его и начинаем понемногу прыгать Ноги должны быть достаточно свободные Мы распрыгиваемся Смотрим вперед, никуда не разваливаемся Все, вот, спокойная поза Потом, когда чувствуется себя уверенно Можно уже толкать Я вот толкаю ногами сетку еще И могу делать прыжки еще выше и выше Пока, в принципе, все ограничено Насколько себе становится страшно Здесь высота потолков позволяет И это нормально Следующее упражнение номер два Это развороты на 180 Прыгаем Разворачиваемся на 180 Третье упражнение Разворот на 360 То же самое, но только разворачиваемся На 360 градусов Если вам не хватает самим, можно довернуть руками То есть, необходимо сделать вот такое вот движение Для того, чтобы закрутиться Посмотрим, как у меня это получится Мы делаем движение 360 Также можно в белую сторону Можно с руками, можно без кому как удобно Следующее упражнение Это прыжок на колени Здесь все просто Поднимаем носочки Ставим коленочки Следующее упражнение Это прыжок на попу Прыжок сеток Как называем Выкончало Мы просто садимся на сетку Руку ставим в полы еще На них сильно не опираемся И в таком положении Пытаемся распрыгаться Полкаемся немного руками и попой Если вы чувствуете, что начинает получаться так прыгать Но мы встаем Теперь я упражнение Именно с подтуда Поставляем ручки мягко, аккуратно На небольшой высоте И встаем Вот все Следующее Если это у вас получилось Мы делаем прыжок в сеток Разворот на 180 градусов Совмещаем прыжок в сеток Соответственно так мы можем делать бесконечно Главное давать себе немного отбрыгнуть Он делал прыжок в сеток И встаем на 180 То есть Встали Следующее это прыжок в спину Для начала Чтобы понять Необходимо лечь на сетку Дебуктация Вот из такого положения Главное чуть-чуть запрокину Чтобы самого не получается Немного распрыгаться Делаю я это кончено Я это знаю Но я надеюсь у вас получится Немного лучше И это же самое делаем со стойки Шель Выгребаем И встаем Все эти упражнения Мы можем докручивать Всякими разворотами На 180-360 Комбинации Спина-спина Если вы почувствуете Уверенность Аккуратненько выходим на сальто Перед тем как сделать сальто Необходимо сделать просто поворот на сетку И встали Сделать его 10 раз Чтобы организм просто привык К тому как вы перемещаетесь Когда вам становится уже немного легче Вы обкладываете всю матку Чтобы было безопасно Можно сюда положить матку Чтобы сильно не воткнулись Итак Мы распрыгиваемся Сначала руки держим вверху Для того чтобы Рукам придать матку У вас должно быть вот такое движение Сверху руки Тащим ногам И все Она у вас сама закрутит Не надо ничего бояться И аккуратненько встаем Так как это выглядит Руки наверху Небольшая турбочка И встаем В принципе здесь нет ничего сложного Если вы нормально физически активны То Я думаю не возникнет Можно уже делать даже на первом На первом занятии сальто Но делайте это аккуратно Без фанатизма Если чувствуете что готово Дальше у нас сальто назад Для того чтобы сделать сальто назад Полагает одно упражнение Когда мы делаем прыжок в спину И встаем назад Мы почти делаем сальто Только со спидом Как это выглядит? Что это блять? Спина Вытолкнулись еще назад Мы почти сделали сальто через голову Только с касанием спины Чтобы сделать заднее сальто Необходимо сильно закинуть ноги и руки И собственно сделать И так делаем заднее сальто Есть много разных вариаций Можно впадать ноги Можно делать прямыми ногами Это кажется называется планш Но множество есть вариаций Если вы изучите хотя бы эти Основные элементы батутного спорта Вы будете уже иметь какие-то навыки Понятные для того чтобы прыгать Учить дальше Новые элементы Ну и последний этап Мы попробуем прыгнуть в яму Что не следует делать Это прыгать рыбкой В правую яму Или на подушку безопасности Потому что это достаточно термоопасно Необходимо делать это аккуратно И приземляться на спину Самое опасное я расскажу Когда люди прыгают Двойной сальто И делают это на месте Не толкаясь вперед в подушку И втыкаются вот сюда Вот в эту щель Поэтому Выпрыгиваем Вперед стараемся максимально Сначала практикуете Именно прыжки в яму Поебись Четко Спасибо 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 И так это был выпуск про Бали Про батутный центр Самый большой батутный центр Баунс на Бали Мы попрыгали Показали основные элементы Рассказали про качество оборудования Те кто собирается прийти Первый раз в батутный центр Будьте аккуратны Слушайте тренера Соблюдайте технику безопасности И учитесь новым элементам Я вот весь подный вышел И это очень круто Потому что батутный центр Позволяет очень хорошо похудеть Например В общем на это все Спасибо за просмотр С вами Зенин Вячеслав Если понравился этот выпуск Ставь лайк И подписывайся на канал И пиши в комментариях Стоит ли мне снимать еще такие выпуски Или снимать про бизнес и всякую дичь Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok